Всем привет! Сегодня я буду рассказывать всего о двух книгах, в отличие от прошлого раза, когда я говорила о книгах. И первая книга — это «Жюль Верн. Путешествие к центру Земли». Должна признаться, ключевшему моему стату я никогда её не читала. У нас есть собрание сочинений Жюль Верна, но именно этой книги там нет. Я давно хотела её прочитать, и наконец-то я это сделала. Понравилось ли мне? Это занимательно, но я не смогла понять, понравилось ли мне, потому что эта книга была не раз экранизирована. Было снято много мультфильмов. И рассказывали, и то, как это было именно в книге, и как-то с переиначиваниями. И я слишком хорошо знала эту историю до прочтения книги. И вот только... Ну, то же самое было с «Островом сокровищ», когда я прочитала и не могла понять, понравилось ли мне. Потому что, ну, правда, или вот, допустим, она каренина. Все знают, о чём это и чем всё заканчивается. И, ну, в общем, трудно сказать, но да, это занимательно. И сразу видно, что... Я даже писал в XIX веке, когда первые находки были обнаружены человеческие, когда палеонтология вступила в свои права, и стало ясно, что человек, как бы, не продавец-то взял и возник, да, от Адама и Евы, а он многие тысячелетия и даже миллионы развивался. И то есть сразу было видно, что Жюль Вера именно вдохновлённо вот этим написал. Да, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. И как-то даже комплексует по этому поводу. И вторая книга, которую я прочитала, называется «Сердце». Японский автор это написал. И книга была написана в 1914 году. Ну, я не смогла запомнить имя автора, поэтому я сейчас буду почеклазить так в телефон. И его звали «Нацуме Сосаки». Книга была написана в 1914 году, как я уже сказала. И это совершенно потрясающая история. Я была поражена и восхищена. И сам писатель... Вообще японская литература ко мне обычно как-то не заходит. Не знаю почему, я много раз пыталась, но вот не получалось. Это тут такой сюрприз. И уже в послесловии я прочитала, что писатель изучал в университете именно западную литературу. И тут всё стало на свои места. Ну, видимо, как бы я не чухнула, что это именно японская. И поэтому мне всё чудесно зашло. Книга действительно замечательная. До такой степени замечательная, что её знает любой школик в Японии, как я прочитала. И на самом деле она удивительная. Это история в истории. И сначала всё начинается с того, что один молодой человек знакомится с мужчиной, который его называет учителем. Хотя он ему по статусу учителем не является. Очень его уважает, цель постоянно приходит в гости. И видит, что его что-то колёжит, что его душа чем-то смущена, что она в смятении. И пытается допытаться, но учителю он укримит скала и ничего не рассказывает. И дело в том, что у этого молодого человека случаются проблемы на его родине. Он туда уезжает, к семье. И получает письмо от своего учителя, который подобно рассказывает о своей жизни, о своей молодости. И это совершенно удивительная история. Книга удивительна, знаете, чем? Я всю жизнь меня не думала, как люди, которые когда-то были кем-то преданы и знают, какую боль при предательстве испытываешь, какие душевные терзания потерпеваешь, как они могут сами предавать других. Ведь они не знают по себе, что это такое. Благодаря этой книге я поняла, почему такие вещи случаются. Она мне просто открыла глаза. И книга, да, грустненькая немножко, она такая печальная. Эта книга, она очень тихая, нежная, печальная. И мне кажется, она... с ней просто ты должен познакомиться каждый читающий человек и уважающий книги, потому что она по-настоящему трогает душу. И без неё, может быть, вы не будете чего-то понимать не только в этой жизни, но и в книгах, потому что она небольшая. Там всего триста страниц. И я не думаю, что она отнимет у вас много времени. Вот я вчера как начала её читать, у меня есть довольно странная привычка. Я люблю читать в ванной, мне так удобно. В общем, я как туда заползла с этой книгой, я пару часов не вылазила, но потом пришлось. Если бы мне не пришлось, я бы там и валялась бы, пока не дочитала, но надо было делать всякие дела, и мне пришлось. Но я всё-таки дочитала в тот же день, как и начала, и это было чудесно. Так что я вам очень её рекомендую, можно сказать, настаиваю. И на этом, наверное, всё. Буду с вами прощаться. Пока-пока и до скорых книг. Субтитры создавал DimaTorzok